В 10.10 на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступил сигнал о чрезвычайной ситуации, возникшей на тепловой станции. В результате хлопка газовоздушной смеси в районе второго котла произошло его возгорание и остановка, а также разгромитизация резервуара с мазутом. Незамедлительно к ТЭЦ были направлены экстренные службы района. На данные учения были привлечены три единицы техники, значит две цистерны и 12 человек личного состава. Прибыли быстро, 3-4 минуты, пену подали в обвалование, развернули автолестницу, по автолестнице подали ствол Б на тушение условно-горящего котла и звеном ГДЗС вошли внутрь котельной. На поиски пострадавших при пожаре отправляется специальная бригада спасателей. Сотрудников тепловой станции выводят из здания и уже на улице первую помощь им оказывают медики. На момент аварии в здании находилось пять человек. Все были эвакуированы, да. Было два раненых, которые в процессе были госпитализированы. Эти учения носят контрольно-проверочный характер со стороны главного управления МЧС России по Московской области. И проводятся они на объектах повышенной опасности. Прежде всего на таких тренировках отрабатывается взаимодействие всех экстренных служб района. Проверочные учения проходят раз в пять лет. Проверяется главным управлением МЧС России по Московской области готовность сил и средств к ведению гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. За ходом ликвидации условной чрезвычайной ситуации на тепловой станции лично наблюдал начальник управления гражданской обороны и защиты населения главного управления МЧС России по Московской области Вадим Андямов. По завершению тренировки он провел разбор и подвел итоги. Сейчас мы наблюдали картину, что все-таки транспортный коллапс существует определенный. Есть определенные превышения нормативов. Но у пожарных превышения нормативов не было. Они прибыли вовремя. Наша направленность на то, чтобы мы работали больше с населением, чтобы народ обучался элементарным правилам безопасности, понимал, куда в случае какой-то беды, чрезвычайной ситуации, куда выдвигаться, где можно получить какую-то помощь. На протяжении трех дней в Ленинском районе будет осуществляться комплексная проверка деятельности различных служб в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе и проверка объектов гражданской обороны.